Всем привет! И сегодня мы с вами будем делать браслет вот на такой застежке цепочки с силиконовым вот таким стопером. На такую застежку можно повесить нужное вам количество бусин, сделать их больше или меньше, тем самым увеличить или уменьшить количество вот этих, длину вернее, вот этих вот самых кончиков. Как это сделать я вам сейчас покажу. И для того, чтобы сделать такой браслет, нам понадобится вот такая вот застежка-цепочка, ювелирный тросик, кусачки, полоскогубцы, тонкогубцы, у кого что есть. Из бусин я буду использовать тигровый глаз. И нам понадобятся зажимные вот такие вот кремпы вот такого плана. И бусинки-разделители я буду использовать 3 мм. Все куплено на Алиэкспресс. Ссылочки, кому надо, в описании под видео я оставлю. Итак, объясняю сначала принцип, что, как, чего буду делать, потом будем делать. Сегодня постараюсь сделать максимально быстрый мастер-класс. Итак, нам нужно в первую очередь, как я это люблю говорить, определиться с размером нашего браслетика. И решить, сколько и каких бусинок нам нужно нанизать. Я люблю делать так, чтобы вот этот зажимной кремп был после... Сначала что-нибудь, а он где-нибудь вот тут вот. Не в самом начале, а через бусинку, как минимум. Можно даже через 2, можно даже через 3. Но учитывайте, что тогда тросик нужно продевать так, чтобы его хватило в обратную сторону. Сейчас все покажу. Вот таким вот образом будет выглядеть браслет. В нашем случае сама по себе цепочка, вот эта вот, она достаточно длинная. Здесь 7 сантиметров. Нам хочется чуть-чуть покороче. То есть ручка у нас маленькая. Нам достаточно. Мы решили, что мы будем одевать всего-навсего вот таких вот 9 бусинок. А все остальное пространство на руке будет занимать цепочка. То есть бусинок будет всего 9 штук. Соответственно, показываю вот так вот в разборе. Мы берем ювелирный тросик. Вот он. Цепляем его за колечко. Потом идет бусинка-разделитель. Потом мы продеваем бусинку, из которой будем делать браслет. Так. После бусинки мы продеваем вот такой кримп самозажимной. Так. Его продеваем. Так. И только после этого будем зажимать наш тросик, фиксировать. И потом продевать все оставшиеся бусинки. Вот таким вот образом. Вот таким образом. Итак, поехали. Тут у меня просто образец. Я это все вынимаю. Начинаем все сначала. Отрезаем нужное количество тросика. Я тросика беру всегда с большим-большим огромным запасом. Вот мне так лично нравится. Итак, продеваем тросик через колечко в цепочке. Так. Теперь продеваем разделительную бусинку. Вот так. Оп. Так. То есть тут у нас вот так вот идет. Вот. Два конца. Продеваем через эти два конца нашу бусинку. Продеваем. Продели. Вот так. Теперь одеваем бусинку. Так. Сейчас выберу какую-нибудь... Что-нибудь такое поинтереснее. Покруглястье. Так. Бусинка. Продеваем бусинку. Вот таким образом. И теперь зажимной кримп. Не хочет. Не хочет. Все. Поехали. Продели. Так. Теперь поджимаем тросик. Но так, чтобы все-таки он немножечко свободно ходил вот по этому колечку. Ну, чтобы он не был прям тык-в-притык. Все. И мы зажимаем кримп. Как это делать, я уже неоднократно показывала. Зажали кримп. Теперь одеваем нужное количество бусинок. Столько, сколько считаем нужно. Начали мы одевать бусинки. Не забываем про хвостик, который у нас остался. Ювелирного тросика. То есть, вот тут у нас зажимной крем. Бусинка. Бусинка-разделитель. Сейчас я буду еще одевать одну бусинку и тросик я обрежу вот так, чтобы он спрятался в этой бусинке. То есть, вот так вот, оп, так я надеюсь видно. И теперь одеваю бусинку так, чтобы вот этот кончик спрятался в следующей бусинке. Вот так вот, оп, все, все будет прекрасно и все замечательно. Дальше продолжаем одевать нужное количество бусинок. Итак, мы надели нужное нам количество бусинок, 9 штук. Теперь, вот смотрите, последние бусинки, когда продеваем, вот раз бусинка, потом бусинка, которая кримп, потом вот последняя бусинка, бусинка-разделитель. Дальше мы вот это продеваем через вот это колечко. И теперь мы это подтягиваем, затягиваем. Вот так, вот так, 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 как нам надо. Смотрим, чтобы тут не было никаких пропусков. То есть, подтягиваем это все дело, чтобы у нас браслетик был хорошо натянут. Видите, у меня какие промежутки. Вот такие вот пооставались. А мне надо это все подтянуть. И только после этого закрепляем вот этот кримп. Показываю еще раз. Убедитесь, что у вас здесь нигде нет лишних пропусков. Вот этот вот тросик вынимаем через соседнюю бусинку от кримпа зажимного. И только после этого его зажимаем. Зажали кримп. И только после того, как его зажали, обрезаем тросик. Ну, в данном случае я буду под самый вот кончик вот этой бусины обрезать. Вот таким вот образом. Браслетик у нас готов. Сейчас будем мерить. Все, что задумано, все сделано. С этой стороны бусинки. С этой стороны цепочка вот здесь вот на тыльной стороне. И сами хвостики у нас теперь вот коротышечки. То есть, если вот так вот браслет даже переделать. Вот так вот. Понятно, да? То есть, можно было бы сюда еще добавить бусинок. Тогда бы вот эти вот хвостики у нас были бы гораздо длиннее. А так вот все. Все снимается. Все раздвигается. Все хорошо, все прекрасно и все замечательно. На кончиках, кстати, у этой цепочки вот такие вот финтифлюшечки. Это кубические циркончики. Такой вот прекрасненький браслетик получился. Собственно, а на этом-то сегодня все. Все ссылочки будут внизу в описании под видео в инфобоксе. А я с вами прощаюсь. И как обычно, всем желаю всего хорошего, мира и добра. И пока-пока.